Кандидаты в губернаторы начали борьбу за голоса. После того, как областной избирком озвучил окончательный список прецедентов, политическая жизнь в регионе закипела. В предвыборную повестку огня добавил кандидат от КПРФ. Константин Нациевский на пресс-конференции в штабе заявил, противники ему не конкуренты, а вполне себе соратники. Мы предлагаем объединиться. Обращение в адрес своих соперников Нациевский зачитывает слух, а после партийцы добавляют, КПРФ готовы поддержать любого оппозиционного кандидата. Если мы доходим до того, что мы попадаем во второй тур, то здесь мы готовы поддержать любого кандидата от оппозиции. Политологи в таком союзе успеха не видят и уверены, что объединение для партии может грозить не только провалом, но и падением рейтингов. Их союз выглядит откровенно слабым, достаточно голословным, в большей степени вербальным, чем реальным политическим союзом, потому что это разнородные политические идеологии, это очень разнородные политические силы. Миссия дойти до финала выполнима и в одиночку, уверен Алексей Севастьянов. Еще один кандидат на постгубернатора к словам коммунистов относится с предубеждением. Политический симбиоз Севастьянов-Нациевский явление явно из разряда фантастики, уверен кандидат. Я не могу сказать, что разделяю полностью их ценности или как-то их поддерживаю. У меня своя программа, я иду от людей. То есть это неправда, да? Ну, мягко говоря, неправда, но с другой стороны, ничего не стоит исключать в этой жизни. Еще один кандидат Виталий Пашин. Либерал-демократ заканчивает весеннюю сессию в Госдуме в Москве. Его соратники по партии провели одиночный пикет в Челябинске. С плакатом «Народ против беспредела» ЛДП вступили в борьбу против недобросовестных операторов такси. За полторы недели в областной столице произошло три аварии, все с жертвами. Мы знаем, что будет ряд поправок на осенней сети Минтрансом, представленные к закону, которые будут регулировать именно перевозки. Мы, в свою очередь, сейчас уже бьем тревогу, что нам ждать осенью. Для этого мы проводим одиночные пикеты, чтобы агрегаторы услышали, увидели эту проблему, которая существует уже сегодня. Проблемы от жителей и наказы избирателей пока по соцсетям собирает Сергей Смышляев, кандидат от партии «Родина» в политике новичок. Но это считает преимуществом. Я новый человек в политике, поэтому не сильно разбираюсь во всяких манипуляциях и, так скажем, в каких-то играх предвыборных. Поэтому моя программа, прежде всего, основана на мнении людей. В планах у кандидата наладить диалог с южноуральцами. Времени у Сергея Смышляева, как и у всех остальных претендентов, немного. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.